всем привет сегодня наступило уже 31 12 22 год два часа ночи практически и я сразу приношу свои извинения если буду путаться в словах каких-то элементарных вещах касаемо этого видео как говорится не обессудьте готовимся к новому году и так далее давайте начинать новые видео на канале поехали сегодня мы поговорим о робота о роботе-пылесосе а конкретно о модели которые я выбрал для нашей семьи использования это дима дм а 10w почему я решил снять это видео да все очень просто когда стал выбирать какую модель пылесоса за определенный бюджет купить то есть совсем совсем небольшой от 20 до 30 тысяч рублей хотелось пылесос умный чтоб интегрировался через приложение и при этом была база самоочисткой и пришел к выводу что эта модель одна из новинок единственная в своем экземпляре от компании суббренда сяоми ссылки все будут полезны в описании где купить сколько стоит актуаль актуалочка будет в описании к этому видео а это можно сказать распаковка потому что на ютюбе от русскоязычных скажем так блогеров нету ничего касаемо этого робота-пылесоса поставляется вот в такой вот коробочке коробка это у нас она транспортировочная весит коробка я думаю что мне придется брать такси чтобы везти робот-пылесос магазина но весит она немного чуть больше десяти килограмм и внутри этой коробки у нас находится еще одна коробка я в магазине это все дело снимал проверял плане приехала ли то что планировал и вообще пылесос ли там нет на будущее на будущее всегда рекомендую проверять посылки в магазине и всегда заказывайте дистанционным способом через интернет потому что у вас будет 7 дней на проверку и вы можете без объяснения причин вернуть любую вещь даже технически сложный товар у меня есть несколько видео на канале об этом и так поставляется вот в такой коробке это уже у нас розничная коробочка пылесосик лейб дм а 10w и казалось бы так такой маленькой коробки если вы посмотрите другие распаковочки других роботов-пылесосов вы увидите там агромандные карабасы здесь все гораздо проще в комплекте у нас есть руководство пользователя даже какая-то 22 на 4 на 8 скорее всего 8 на 4 это 4 августа 22 года он был произведен судя по маркировкам это складываем сторонку и здесь у нас сразу же пылесосы так здесь коробочка у нас пустая сторонку здесь как я понимаю сам робот пылесос я вот захотел посмотреть перед покупкой как это будет выглядеть в натуральную скажем так величину но ни одного видоса я не встретил сейчас мы разберемся как это открывается все а вот так вот это все открывается снимается и внутри у нас непосредственно сам пылесос потом скорее всего будет дополнительное видео как он работает как он подключается подключается он к приложению а сейчас это в большей степени что вы получаете в комплекте все упаковано все абсолютно новое пылесос должен уметь строить карты помещения то есть карты вашего жилища здесь у нас краткая инструкция что это как делать сам пылесос находится в таком пакете пылесос у нас моющий можно мыть полы чем подкупила меня эта модель потому что в нем есть вот такие вот необычные тряпочки которые крутятся с определенной силой нажатия 10 вроде как ньютонов и при этом действительно оттирают какие-то загрязнения а не просто микрофибра которую пылесос тянет за собой то есть здесь уже механическое движение непосредственно есть также есть колесики управления колесики самого двигателя что пылесос вращался есть turbo щетка она естественно снимается здесь еще дополнительная щеточка для подметания в принципе на этом все спереди спереди у нас вот такая вот клейбочка или мы снимаем она у нас на определенных защелках естественно пылесос здесь у нас не открывается потому что блок находится сбоку блок снимается комплекте два блока это блок для влажной уборки и также есть блок для сухой уборки можно положить вот так вот обратно защелкнуть и все при этом будет работать давайте пока пылесос в стороночку это тоже в сторонку далее самое интересное у нас начинается здесь есть коробочка дней скорее всего дополнительные какие-то расходники так она открывается здесь вот здесь у нас есть следующее вот это вот блочок у нас для сухой уборки это надо все сохранить потому что как повторюсь и 7 дней для того чтобы передумать и вернуть все это дело обратно сам блок он естественно открывается здесь у нас находится мусор эта штука снимается есть сеточный фильтр потом поролоновый фильтр снимаем и хепа фильтр то есть поролонка фильтр еще один фильтр все так вот ставится сеточка закрывается тройная система фильтрации какая-никакая она здесь присутствует и принципе это неплохо так главное все это дело здесь у нас также есть инструкция на английском языке как и что можно мыть здесь указано что все эти фильтра можно снимать очищать под краном и потом высушить на солнышке мы просто естественно выкинуть мусор и так далее то есть вот такая вот штука видео сухого пылесборника для сухого мусора далее у нас в комплекте есть несколько щеточек они должны быть подписаны как я понимаю какая-то правая какая-то левая разница без разницы пока вижу три штуки есть также в комплекте дополнительный мешок он нужен нам для станции сейчас станцию достанем также в комплекте есть хепа фильтр в принципе расходники хепа фильтр меняется 1 3-6 месяцев кому-то как он стирается может быть даже развод есть дополнительные тряпочки тряпочки для смены принципе они стираются это очень хорошо что положили за такие весьма скромные деньги есть как минимум полугодовой запас всего этого в комплекте ну и дальше у нас сама станция она выглядит следующим образом больше коробочка ничего нет сама станция тоже упаковано пленочку снимаем пленку станция уже непосредственно имеет разъем точнее вилочку смотрите как любезно у нас здесь все дело закрыто это говорит о том что компания думает о своих пользователях прикольно да уже российская европейская розеточка вилочка точнее вот так вот выглядит сама станция здесь у нас заклина надо будет снимать ну и собственно открывается и здесь у нас уже внутрь установлен один из мешков то есть всего мешков 2 и хочу обратить внимание смотрите какая интересная штука моделька новая я не могу в общем смысл в том что щетка здесь зафиксирована у меня нечем подцепить вот так это снимается и вынимается щетка нужна для очистки внешнего вида робота-пылесоса снизу здесь также присутствует инструкция крышки ну и в принципе наверное на этом все теперь давайте поговорим о технических характеристиках этого робота-пылесоса многие скажут что посмотрел характеристики что этого будет недостаточно для благополучной работы но последние несколько недель я занимался сравниванием роботов-пылесосов в этом ценовом сегменте в принципе 2200 паскале это мощность всасывания несколько интеллектуальных режимов сухой уборки несколько интеллектуальных режимов влажной уборки построение маршрута станция самоочистки мощность соответственно аккумулятор на батарее 2600 миллиампер часов я думаю что помещение до 80-100 квадратов это обычные российские 1-3 комнатной квартиры этот пылесос будет убирать должен убирать неплохо что касаемо построения карт здесь система несколько систем система датчиков и система камер давайте посмотрим спереди у нас бампер он мягкий здесь находятся такие вот интересно вот такие вот интересные заглушечки прочитаем инструкцию активируем и такой робот-пылесос почему смотрите здесь контактные площадки есть спереди как я понимаю для этого и сзади для того чтобы это дело все подсоединялось к станции самоочистки видео снято в первую очередь для того чтобы дать обычному российскому пользователю посмотреть что он получит при приобретении до приобретения пылесоса у меня такой возможности не было у вас такая возможность есть огромное спасибо что посмотрели это видео до конца обязательно подписывайтесь будут опыт использования этого пылесоса посмотрим как он убирает посмотрим как он чистит справляется ли он со своими обязанностями отключается и так далее спасибо за за просмотр кто смотрит 31 числа всех с наступающим новым годом а кто смотрит в 23 году с новым 2023 годом огромное спасибо всего доброго до свидания